Саленька, позволь я цветочек подыр. Мне кажется, это уже было, у меня дежавю. Дежавю. Ну, я хочу сказать просто к тому, что с любимыми не расставайтесь. Это касается того случая, когда двое молодых людей из Роздолинского района, совсем дети, решили побывать на море. И что же из этого вышло? Школьники, конечно, ушли гулять сами по себе, без мобильных телефонов. И в итоге к вечеру не вернулись, когда их ожидали родители. Конечно же, они забили тревогу, они обратились сразу же в правоохранительные органы. Дети направились самостоятельно, как оказывается, в Евпаторию. На море. На море. Вот так решили они искупаться. К счастью, все завершилось очень благополучно, потому что детей нашли и вернули домой. Но я думаю, что для родителей это был и шок, и в то же время очень хороший подарок в тот день. Подарок то, что дети ушли или то, что не вернулись? То, что они вернулись, конечно. Ну, а более подробно о подарках, какие можно сделать подарки своими руками, расскажет наш корреспондент Татьяна Балыкина в своем сюжете. Об этом прямо сейчас. Одни любят их получать, другие дарить. Традиция радовать близких подарками появилась еще в древности. Но и в наше время без них не обходится ни один праздник. А некоторым и повода не надо, чтобы сделать кому-то приятное. Я больше люблю дарить подарки, видеть эмоции своих родных людей, когда я их дарю. Вот. И от этого мне становится приятнее на душе. Или фотографии, или может быть стихи, может быть какой-то музыкальный подарок. Желательно то, что сделано своими руками. Я вижу искренние эмоции своих близких. Мне вот нравится, когда они радуются. Я понимаю, что попал в человека, то есть подарком. Самый распространенный подарок – цветы. На втором месте шоколад. Также популярностью пользуются книги, мягкие игрушки и парфюмерия. В ход идут и шуточные презенты. Если в магазине найти идеальный сюрприз не удалось, а смастерить что-то своими руками не получается, это не повод для разочарований. Всегда можно заказать что-то оригинальное у профессионалов. Современный рынок предоставляет любые услуги. Букеты из овощей, фруктов, ягод и даже конфет. Если на цветы аллергия, всегда можно найти альтернативу. Полина Фокина «Шоколадье» уже три года создает гастрономические подарки. Мы промакиваем помытые фрукты, отобранные для нашего букета. Промакиваем салфеточкой и аккуратненько обмываем шоколад. Сохнет сладость меньше минуты. Следующий этап – украшение. Мы ставим точечку и рисуем вентиль на клубничке. Как-то кажется, что у вас все легко получается. Вы тоже попробуете. Пожалуйста, попробуйте. Возьмите как ручечку. Как ручечку. Да, и давите. Мои вензеля, конечно, не такие ровные, как у вас. Я думаю, если бы я, например, это подарила маме, она бы очень удивилась. Полчаса работы и букет готов. Средняя цена сладкого удовольствия от полутора до трех тысяч рублей. Все зависит от размера и ингредиентов. Их обычно заказывают в подарок девушкам, а вот мужчин удивить куда сложнее. Пользуются спросом, очень всем нравятся инструменты. Многие мужчины даже сначала приходят в шок, в восторг, видя такие инструменты, потому что они очень реалистично выглядят. Не менее реалистично выглядят и шоколадные картины. С помощью какао-масла и пищевого красителя художник может перенести на съедобный холст любое изображение. Вот этот набор, который мы сейчас упаковываем, это подарок для любимого папы. Вариантов, как осчастливить близких, тысячи выбор ограничивается лишь вашей фантазией. Создатели подарков рекомендуют не бояться экспериментировать и выбирать те презенты, которые было бы приятно получать вам самим. Татьяна Балыкина, Андрей Псом, Утро Нового Дня. Субтитры создавал DimaTorzok